Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол Это Жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за PSG. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплеи на ютубе. Буду рада всех там увидеть. Ну что же, сегодня у нас насыщенный получается выпуск. Во-первых, много матчей. Во-вторых, это еще и четвертьфинал Лиги Чемпионов против Миланского Интера. Ну а из чемпионата могу выделить только, наверное, домашнюю игру против Марселя. Остальные, ну, проходные абсолютно соперники, поэтому сегодня будем делать наш акцент именно на вот этих трех матчах. Две игры против Интера и матч против Марселя, который сейчас идут вот на второй строчке. Ну что же, PSG против Лориена. Мы отыграем, естественно, вторым составом. Вот, также поменял Рамоса и Кимпембе. У Рамоса уже 85-й рейтинг стал, у Кимпембе 86-й, поэтому их поменял местами. Ну что же, составы на шекранах. Поехали. Итак, PSG против Лориена. 30-й тур чемпионата Франции. Мы начинаем. Траклер и Намбапе. Ну вот шикарная же передача. Это еще и Мбапе. Но нужно, нужно опережать и забивает. Сколько он пробовал на поле сейчас? Одну минуту, заменив Мауэр Эйкарди. И сразу же забивает. Вот что значит сила Кильяна Мбапе. Пошел на ускорение. И Неймар забивает тоже. Две минуты пробовал бразилец на поле, заменив Драктера. Так что вот просто гениальные решения сейчас. Мы приняли топовые усиления и точечные, причем на поле. Поэтому все супер. И все, финальный свисток с отсчетом 2-0. PSG обыграет Лориен дома. С забитыми мячами отличаются Кильяна Мбапе и Неймар. Ну что же, важная игра. У нас в четвертьфинале Лиги Чемпионов играем против Интера. Состав на ваших экранах. У них из усиления вижу Гомес из Ливерпуля. Костич из Айнтрахта вроде кого-то еще можно. Гнабри увидеть и Каспера Долберга. Но посмотрим, кто сегодня держит верх в Италии. Итак, четвертьфинал Лиги Чемпионов. Интер против PSG. За Интер у нас тоже есть карьера на канале. Но сейчас вот мы встречаемся против этой команды на стадии 1-4. Поехали. Так, Мбапе и шикарная передача на Неймара. Но Хакими встречается против своей бывшей команды. Неймар, Неймар, Неймар забивает первый гол уже на 12-й минуте. Первым же ударом в створ парижане забивают. И Челхан Угу, ну как сейчас Донорума-то отыграл. Сквозь руки ему мяч вот так вот пролетает. Смотрим еще раз. Вот просто, ну как так можно было отыграть. И опасный момент. И выходит вперед Интер. Просто накрутили сейчас нашу оборону. Ну и Хоакин Каре забивает и выводит Интер вперед. Рахим Стерлинг уже штрафной. И Мбапе. Нет, не забил он в этот момент сейчас. И какой момент и Неймар забивает все-таки в подкате в этом. Ну просто что-то с чем-то сейчас было в обороне у Интера. И Неймар, кстати, забивает дубль в сегодняшней встрече. Ну просто замечательно. Без нарушений правил аккуратно подкатился. И буквально из ног выбил. Чтобы мяч закатился в сетку ворот Интера. Ну и посмотрим, на кого все-таки засчитает этот гол. Все-таки, мне кажется, Неймар чисто здесь отыграл. И Шкаринер с Ханданычем как-то вот накосячили сейчас в обороне. Да, засчитали на Неймара дубль. Поэтому мы поздравляем бразильцы. Но ничья у нас 2-2. И все будет решаться во Франции. Ну что же, сейчас у нас игра на выезде против Клермона. Они идут на 18-й строчке. Поэтому второй состав сейчас у меня и выйдет как раз. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак, 31-й тур чемпионата Франции. Клермо против ПСЖ. Начинаем. И, ну как сейчас все шикарно было. Рамос скидывает с углового, а Икарди забивает. Классная комбинация, конечно, сейчас получилась. И пропускаем. Берто Мьер. Вот так вот с подачи забивает. Вроде бы обычный момент. Но не знаю, почему вот Навас вот так вот пропустил. Прямо над его рукой мяч пролетает. Проходит оборону. И аккуратненько вот так вот закатывает дубль на счету Маура Икарди сегодня. Икарди замечательно. И вот она хорошая передача еще и на Рафинью. Тот скатывает под Драксера и 3-1. И вот они пока передача и снова на Икарди будет ли хэт-трик. И это хэт-трик. Что творит сегодня Маура Икарди на полях Клермона. И снова же Берто Мьер забивает головой дубль у него сегодня на счету. Вот я не понимаю, что там за удары. Головой 99, наверное. И все. Финансис Ток. Со счетом 4-2 ПСЖ переиграл Клермо. Хэт-трик на счету Маура Икарди. Ну что ж, друзья, теперь у нас домашняя игра. Ответная в четвертьфинале Лиги Чемпионов. В прошлом матче сыграли мы в ничью 2-2. Но вот теперь надо стараться побеждать их дома. Поэтому вперед. Итак, Парк Де Пренс. ПСЖ принимает Интер. Поэтому теперь нам надо постараться обыграть итальянцев. А желательно просто победить хотя бы в этом матче. Поехали. Неплохая передача на Ляна и Ле Месси. И Аргентинец неплохо отдает и Неймар. Ну, бразилец сегодня действительно в огне. Забивает он третий мяч в этом противостоянии. Ну, а до этого еще в чемпионате успел одним мячом отличиться. Итого за три матча у Неймара уже 4 забитых мяча. Так, какими неплохо. И вперед. Ну, здесь Киллиан Баппе, ну, должен, мне кажется, забивать. Просто была передача на вынос. И 2-0. Теперь, мне кажется, уже просто все. Баппе в рамках лично для себя лучшего сейчас бомбардира в Лиге Чемпионов. В этом сезоне. Ну, и просто вот такая вот... Вроде бы казалось передача на вынос. В основном Баппе ее подхватил. И получилось забить. Поэтому снова ПСЖ забивает Интеру два мяча. Прямо как в прошлой встрече. Ну, вот пока что Интер как-то отмалчивается. Надеюсь, так и продолжится. И какой удар у Тэдди над Джека. И интрига сохраняется. Один гол нужно всего лишь забить сейчас Интеру. Чтобы еще были шансы, как минимум, там на серию пенальти дополнительное время. И все. Финальность исток. Минимальная домашняя победа у ПСЖ над Интером. Что нам позволяет сыграть в полуфинале Лиги Чемпионов. Проходим и Интер. И идем дальше. Ну, что же. Стали известны все четверть финалисты. Точнее, полуфиналисты, прошу прощения. Итак. Бавария минимально прошла Вольсбург. Ливерпуль минимально прошел Дортмундскую Боруссию. Мы минимально прошли Интер. И Мадридский Реал минимально прошел Манчестер-Сити. Поэтому легкой здесь прогулки не будет. Бавария, Ливерпуль, либо Мадридский Реал нас будут ждать в полуфинале. Но пока что еще жеребьевки не было. Ну, что же. Сейчас у нас очень важная игра. Первая строчка играет против второй. ПСЖ против Марселя. В рамках Чемпионата Франции. Поехали. Ну, что же. Париж против Марселя. Первая строчка против второй. Хоть и лидерство у нас велико. Но побеждать в таких матчах мы должны. Чтобы набирать хорошую форму. Тем более, скоро у нас игра в полуфинале Лиги Чемпионов. И вот Неймар. И вот Неймар. И снова забивает бразилец. Ну, просто герой сегодняшнего выпуска. Очередной гол на счету бразильца. Верати. Аккуратненько передачка обратно. Вот Мбаппе и Виналду. Ой-ой-ой. Ну и Месси. Месси забивает. Там в любом случае бы, наверное, поставили пенальти. Но Виналду шикарно все сделал. Отдал передачу на Лионеля Месси. И тот не промахнулся. Так, Неймар. Неплохо. И... Ну, все. Уже за 30 минут ПСЖ сделал для себя отличный задел. Забили абсолютно все в нападении сегодня. И Неймар, и Мбаппе, и Лионель Месси. И сразу же вперед передача от Верати. И... Келлиан Мбаппе. Аккуратно. Тут даже так немного по-баскетбольному закладывает этот мяч. Так, аккуратненько оттянув ножку. Просто закрутив. Идет мяч. Аккуратно его положил в нижний угол. Как будто руками закладывает. Вот опасный момент. Харид с мячом. Но здесь Маркиниш. Ой-ой-ой-ой. Ну тут просто Маркиниш. Что сейчас отворил? Просто дал вторую попытку сейчас игроку Марселя, чтобы тот попробовал уже все-таки забить. Ну очень ужасная игра в обороне в сегодняшнем выпуске. Ой-ой-ой. И Милик тут сразу же второй забивает. Как-то рассыпался ПСЖ. Сейчас по второму тайму они, кстати, уже проигрывают. 2-1. Проходит Мбаппе. Проходит Мбаппе. И все. 5-2. Мбаппе забивает хэт-трик. И 2-2 после. Точнее, за второй тайм. И отличная еще передача Неймара на Киллиана Мбаппе. И просто на противоходе. Как сейчас шикарно разыграли эту комбинацию. Выход. Из обороны в атаку. И сделали счет. 6-2. Ну что же, на этом все. Разгром ПСЖ. С Марселем. 6-2. Хэт-трик Киллиана Мбаппе. Дубль Неймара. И один забитый мяч от Леонеля Месси. Ну что же, нам сегодня стал известен наш соперник по полуфиналу Лиги Чемпионов. И это Мюнхенская Бавария. И вот так вот нам решили добавить этот матч в сегодняшний выпуск. Поэтому мы сегодня, естественно, отыграем против них. Ну, все остальные матчи, наверное, мы сыграем вторым составом. Потому что далее у нас тоже игра сразу же против Баварии. Поэтому против Анже, Ленц и Страсбурга играем вторым составом. Итак, составы на наших экранах. Поехали. Итак, Анже против ПСЖ. Матч чемпионата Франции. Начинаем. Ну как сейчас Икарди этот топово отдал передачу на Стерлинга. Практически в одно касание. И... И все. 1-0. Наконец-то получилось забить спустя час игры. ПСЖ все-таки выходит вперед. Икарди с Стерлингом неплохо разыграли вот эту комбинацию стеночку. Икарди на Стерлинга и... Ну, все. Друг с другом они отпасовались в этом матче. Гол плюс пас у Стерлинга и у Икарди. И 2-0 к 75-й минуте. Вот опасный момент. И... Все-таки забивает. Все-таки еще и перебрасывает вот так вот. Пижонский. Игрок Анжи. Над Же. Вот. Для Амбапе просто здесь пройтись. И пробить. И сразу же забивает. После выхода своего. Просто сольный проход. И снова у нас разница в 2 мяча. Но Амбапе просто шикарен. И все. Финальный свисток. Уверенная выездная победа ПСЖ над Анжи. Со счетом 3-1. Мы обыграем соперника. Ну что же. Домашняя игра у нас против Ленца. Они тут на 12-й строчке. Но посмотрим, как мы сегодня против них сыграем. Ведь у нас следующая игра уже в полуфинале Лиги Чемпионов против Баварии. Итак, составы на наших ранах. Поехали. Итак, ПСЖ против Ленца. 34-й тур. Лига 1. Начинаем. Дракслер. И отличный момент. И сразу же гол на первых минутах. Юлиан Дракслер открывает счет в сегодняшнем матче. Так, ну и вот нам показывают последние 4 места в чемпионате Франции. Вот Весга чуть забивает. Отвлекся, наверное, на турнирное положение команд. И вот так вот снова залетают чумовые голы в наши ворота. Так, Серлинг. Отличный момент в концовке тайма. И отлично. Снова Дракслер. Дубль он сегодня забивает. Икарди. Неплохо. И 3-1. Под конец матча еще и Икарди забивает свой первый гол сегодня. Но ставит жирную точку. С разницей в 2 мяча намного приятнее побеждать. И все. Финальный свисток. Уверенная домашняя победа. ПСЖ над Ленцем. Ну что же. Сейчас у нас снова, кстати, выездная игра. Надо посмотреть. Кстати, мы каждую игру в плей-офф начинаем с выезда. Так вот. Насчет Атлетика меня интересует. Да. Кстати, все. И в Мадриде мы начинали с Атлетика. С Интером мы начинали в Милане. И вот сейчас еще и с Баварии начнем в Мюнхене. Поэтому посмотрим. Пока что, если можно так сказать по статистике, нам это подходит. Если мы проходим каждую стадию. Поэтому посмотрим. Все-таки ПСЖ и Бавария встречались, мне кажется, в последний раз именно в финале Лиги Чемпионов. Тогда Бавария минимально переиграла Парижан. Ну вот. У ПСЖ это был самый дальний проход в Лиге Чемпионов. Поэтому постараемся сегодня одержать победу в Мюнхене. Ну а потом уже и выйти в финал. Поехали. Итак, Мюнхен нас приветствует сегодня. Ну я так надеюсь. Очень интересная игра. Очень интересное противостояние. А в другом, кстати, противостоянии. Реал встречается против Ливерпуля. Поэтому в любом случае будет очень интересно сыграть против одной из этих команд. Кемпенбе отлично вступил в этот момент. И забивает все-таки Леон Горецко. 18-ая минута. 1-0. Бавария выходит вперед. Мяч намертво забирает Виналдум. Передача на Мбаппе. И проходит Келлиан Мбаппе. Кюнде он прошел сейчас. Сейчас Мбаппе и забивает. И забивает Келлиан Мбаппе. Ну и надо бежать теперь еще и отыгрываться. Выйти вперед-то тоже хочется. И Ливандовский еще и от штанги забивает поляк. И снова Бавария выходит вперед в этом матче. Так, Маркинеш. Очень даже неплохо. Леонель Месси устремляется вперед. Прострел на дальнюю. Неймар. Ну как же здесь он сейчас бильярдно отыграл. Бразилец забивает очередной гол в Лиге Чемпионов. Ну просто машина. Особенно с четвертьфинальной стадии с Интером. Им трешку отгрузил. И вот еще и ворота Баварии. Замечательно. Очень насыщенный матч. Сразу же пропуская. А ПСЖ сравнивает счет. Так, Мбаппе. Хорошая передача на Неймара. И Леонель Месси выводит вперед ПСЖ. 84-я минута. 3-2. ПСЖ впервые в этом матче вышел вперед. И какой удар сейчас был от Кемпенбе. Но в любом случае, минимальная победа ПСЖ над Баварией. Смогли додавить мы мюнхенцев. Дважды отыгрываясь по ходу встречи, смогли выйти вперед. Ну и уже с небольшим таким заделом будем готовиться к ответной игре. Итак, ну а сейчас у нас последняя игра на сегодняшний выпуск. В сегодняшнем выпуске играем против Страсбурга на выезде. 18-я строчка играет против нас. Но мы снова будем играть вторым составом. Потому что дальше после Страсбурга у нас сразу же будет ответная игра с Баварией. Но это уже будет в следующем выпуске. Поехали. Итак, Страсбург принимает ПСЖ в рамках чемпионата Франции. Начинаем. Так, Драксер подбирает мяч. Но можно вот здесь вот именно выходить в хорошую контратаку. Драксер на Стерлинга. Надо забивать. И забивает все-таки Драксер. Снова. Снова, кстати, вот два сегодня интересных футболиста в выпуске открылись. Неймар и Дракслер. Играют именно там, где нужно. И находятся именно там, где нужно. И забивают сегодня голы. Поэтому все супер. Фикарди и Рафинья забивают гол. Увеличивает наше преимущество в этом матче. И все. Финальный свисток. Уверенная выездная победа ПСЖ над Страсбургом со счетом 2-0. Ну что ж, друзья. На этом все. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова